Складывается впечатление, что проигравшим на сирийском треке западным странам остается лишь одно – мелко покостить процессу налаживания мира в многострадальной Сирии Определённые и принципиальные договорённости по сирийскому урегулированию между Россией, Францией, Германией и Турцией были достигнуты летом, во время Стамбульского саммита Именно тогда была высказана, и принята, точка зрения Запада о том, что политический процесс по урегулированию кризиса в Сирии можно считать запущенным с того момента, когда будет утверждён Конституционный комитет С тех пор в регионе утекло много воды.Москва, Дамаск и Анкара провели впечатляющих объёмов работу по согласованию и утверждению каждого из 150 человек А ведь именно они и организуют тот самый Конституционный комитет, который призван быть основной точкой отсчёта реального переговорного процесса в стране, где вот уже девятый год бушует война О том, что Конституционный комитет по Сирии должен быть началом процесса перехода сирийского конфликта с поля боя в дипломатические переговорные кабинеты, говорилось также руководством Соединённых Штатов Америки Соглашался с этой мыслью и прежний спецпосланник ООН по Сирии став пандемистура, участие которого в процессе, по большому счету, придавало жёсткую легитимность всей конструкции, на которую рассчитывали страны-гаранты астанинского формата Турецко-турская, любовь, не случилось, что США, спихнут, на Израиль после ухода из Сирии Больше чем больше чем более того, западные страны все время отказывались соглашаться с тем, что в Сирии настало время к переводу вооружённого конфликта с военных рельсов на переговорный трек, постоянно ссылаясь именно на отсутствие Конституционной комиссии Звучало это примерно так, о какой новой Конституции может идти речь, когда в стране, где все ещё бушует гражданская война, не удаётся даже собрать комиссию, которая представляла бы как руководство страны, так и оппозиционные силы Вот когда будут хотя бы первоначальные списки, вокруг которых можно было бы начать обсуждение, тогда и поговорим На самом деле было очевидно, что Запад попросту не устраивает эффективность астанинского процесса Ведь тот, в отличие от Женевского, уже показал свою жизнеспособность и в самой Сирии, и на международных политических подмостках В итоге уже составленный и согласованный с пятью действующими в Сирии силами список на этапе поступления в ООН, в женевский формат, буквально завис в воздухе А ведь список этот согласован как с Москвой, Тегераном и Анкарой, так и с некоторыми из конфликтующих сторон, с Дамаском и частью оппозиции То есть список из 150 человек вполне может стать базисом для дальнейшего обсуждения и прений уже в ООНовском формате, в Женеве Однако не тут-то было, для мировых масс-медиа ситуацию, сложившуюся с Сирийским Конституционным Комитетом, разъяснил президент России Владимир Путина После очередной московской встречи с турецким коллегой Риджипом Таипом Эрдоганом, на итоговой пресс-конференции, российский лидер коснулся темы Конституционного Комитета Даже зачитал выдержку из письма, адресованного генеральному секретарю ООН Антонио Гутирешу В письме за подписями ООНовских постпредов Франции, Германии и Великобритании черным по белому написано следующее Ваш спецпредставитель Стефан Демистура не должен одобрить никакого заявления относительно Конституционного Комитета, которое гаранты, Астаны, то есть Россия, Иран и Турция Афт Сделают в Женеве 18 дефис 19 декабря, точка А ведь еще летом, на Стамбульском саммите президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Турции Риджип Таип Эрдоган четко договаривались о Сирийском Конституционном Комитете О том, что необходимо формировать списки в ускоренном темпе, ведь именно они и должны стать основой для начала мирного процесса в этой стране Российский президент Владимир Путин затруднился хоть как-то прокомментировать этот документ Правда, обещал набраться терпения и продолжать работать с западными коллегами.На самом деле процесс сирийского урегулирования Это когда одна из сторон, Запад, ничего реального не делает, однако вставляет палки в колеса другой, гарантом астанинского процесса, мешая им перевести развитие сирийского конфликта на рельсы политического и правового урегулирования Дядя Сэм, уже потирает руки, Турция, Израиль и Иран ввяжутся в большую драку из-за Сирии Больше чем больше чем такую позицию можно объяснить лишь тем, что, частую проиграв на сирийском треке все, что было возможно, не сумев добиться своей главной задачи свержения президента Башара Асада Запад сейчас попросту мелко покостит в надежде, что и про-асадовской коалиции не удастся установить мир на многострадальной земле Сирии